Уважаемые товарищи, мои соотечники, наша страна и весь мир находятся в полосе очень больших и серьезных испытаний. В этой ситуации предстоит определиться каждому. Две силы, две системы ценностей, труд и капитал ведут сегодня между собой решительную и напряженную борьбу. И эта борьба с каждым днем все обостряется. Идеалом справедливости и созидания противостоят буржуазные установки неравенства, насилия и грабежа. Всероссийский совет трудовых коллективов призван сказать свое слово в защиту тех, кто умом и талантом создает главные ценности на земле, к тех, кто хотел бы жить в мире и дружбе со всеми народами планеты. Ровно сто лет назад Ленин написал работу «Империализм как высшая стадия капитализма». В ней он скрыл всю его подноготную. Лидер большевиков подчеркнул, что финансовые монстры старого и нового света пытаются поделить между собой весь мир, выкачивая из него прибыль до последней копейки. Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения, горстью передовых кавычках стран гигантского большинства населения Земли. Эти ленинские слова и спустя сто лет весьма актуальны. Здание своего могущества мировой капитал возвел на крови и страданиях миллионов людей. Да, сегодня напялил на себя красивый смокинг и белые перчатки, однако под этими одеждами по-прежнему скрывается фартук мясника и мурло фашизма. Суть капитализма практически не изменилась, его рядовыми признаками были и остаются насилие, экспансия, эксплуатация и грабеж. Чтобы не утонуть, акула должна находиться в движении, так и глобальный капитализм нуждается в постоянной подпитке. Лето он развязывает войны, стравливает народы, ссорит религиозные конфессии, уничтожает целые страны. Мы все это видим воочию. Вспомним, какие усилия прилагал Запад, чтобы разрушить Советский Союз. Огромная армия так называемых советологов денно и ношно изрыгала ложь и ненависть, формировала пятую колонну, работала, чтобы найти бреши в нашей обороне. Триллионы долларов были брошены на то, чтобы измотать советскую державу, угонки вооружений и подкупить правящую элиту. К сожалению, врагам удалось осуществить свою черную мечту. Руками Горбачевых и Якульев, Шеварнадзе и Ельциных и их подельников был нанесен удар огромной силой по уникальной советской цивилизации. Строительство общества добра, равенства и справедливости в нашей стране было прервано. Теперь из нас пытаются сделать послушных холопов мирового капитала, Россию превращают в тот самый сырьевой предаток и рынок сбыта импортных товаров, о которых писал Ленин. Отказ от развития по пути социализма привел Россию и другие республики СССР к глубочайшему кризису. Он сопровождается обнищанием населения, уничтожением экономики и научного потенциала, деградации социальной и культурно-нравственной сфер, но готов ли довольствоваться этим глобальный империалист? Уверяю вас, нет. Он продолжает видеть Россию в качестве своей главной жертвы. Мировой капитал не будет спокойно спать, пока существует наша страна, пока не разграблены его богатейшие природные ресурсы, пока окончательно не растоптана уникальная духовность и культура, и не предана забвению великая наша победная история. Сегодня России вновь объявлена большая война. Нас пытаются задавить санкциями, окружают военными базами и враждебными режимами. В одной Прибалтике уже более тысячи американских танков, думаю, никому нашим предкам и в дурном сне не могло это присниться. На этом фоне из либеральной подворотни все чаще слышатся призывы сдаться, примириться с Западом, пойти с ним на унизительное сближение. С трибуны Большого Совета Трудовых Коллективов хочу прямо заявить господам, не тешьте себя иллюзиями. Глобальному капиталу не нужна целостная и самостоятельная Россия. Она не нужна была имперская, советская, она не нужна им и в нынешнем виде. Чтобы с нами считались и нас уважали, нужно не сдавать свои позиции, не отступать, а строить мощную, справедливую державу. Страну экономически развитую и обороноспособную. Страну умную, грамотную и патриотичную. Страну, которая даст, если надо, по зубам любому грабителю и поджигателю войны. Наша тысячелетняя история доказывает, без самостоятельной политики, реального суверенитета, сильной и эффективной экономики и патриотичной власти выжить в этом мире невозможно. Но способна ли сегодняшняя Россия прочно встать на ноги? К сожалению, у Кормила власти довольно часто находятся люди, не отвечающие вызову времени, сложности и масштабу задач, стоящих перед страной. Не берусь утверждать, что доморощенные либералы находятся на прямом содержании у Вашингтона и Лондона. Скорее, их миллиарды появились благодаря распродаже и разворовыванию российских богатств. Однако действия этих людей заставляют спросить, в чьих интересах работают эти господа. Сдать честного ответа было бы наивным. Это люди вообще не привыкли отвечать ни за слова, ни за тела. Именно им мы обязаны тем, что российская экономика остается серевой даже после обильного десятилетнего нефтедолларового дождя. Два триллиона долларов получили, и ни в одной отрасли не стало лучше. Мало того, что она в значительной степени сосредоточена в руках зарубежных собственников доля иностранных компаний в российском сырьевом секторе уже составляет 44% уставного капитала, а в торговых сетях почти 90%. У Грудинина отборную морковку, вы тут на выставке увидите, за 18-20 рублей не берут, а возят голландскую за 80 рублей. Вот такой придумали рынок. Ситуация поразительно напоминает последние годы существования Российской империи. Бакинские нефтепромыслы тогда прибрали к рукам английские капиталисты. Французские и бельгийские финансовые воротилы наложили лапу на банковскую сферу. В результате страна оказалась и политически, и экономически не готова к Первой мировой войне, да и влезать в нее, проливая кровь за деньги иностранных господ, не было абсолютно никакого смысла. От окончательного распада и уничтожения Россию спасли большевики, решительно порвавшись мировым капиталом. Чтобы вам не визжали некоторые знаковые политики из Думы, чтобы вам не врали некоторые записные агитаторы, но без ленинско-сталинской модернизации собрать воедино страну и спасти ее было невозможно. Их политика позволила приступить к строительству самостоятельной и сильной социалистической державы. Спустя всего 20 лет после революции и тяжелейшей гражданской войны Советский Союз стал первой экономикой Европы и Второй мира. На фоне Ленина и Сталина, их сподвижников, многие нынешние министры-капиталисты выглядят просто пигмеями. Они даже не шевельнулись, чтобы слезть с нефтегазовой иглы. Стоит ли удивляться, что падение цен на черное золото так болезненно ударило по России? По итогам 2015 года существенно снизился ВВП, резко сократились реальные доходы населения, ушел пике потребительский спрос, число малоимущих граждан увеличилось вдвое, с 12 до 23 миллионов человек. В богатейшей стране мира каждый второй живет на 15 тысяч рублей и менее в год, а дети войны, у которых Гитлер отнял детство, сегодня получают 10-12 максимум тысяч. Эти деньги за год обесценились вдвое. Попробуйте прожить на 7-8 тысяч, на которые сегодня вынуждены жить полстраны. Но и тут власть не захотела признать провал проводимого ею курса. Она продолжает держаться за либеральные догмы. В качестве панацеи от экономических проблем Минфин предлагает меры, которые больше похожи на провокации, своего рода бомбы замедленного действия. Достаточно звать перекладывание населения платы за капремонт, взлет тарифов, взвинчивое цен на продовольствие и горючие смазочные материалы. Все это добром не кончится. Надо принимать нормальные меры для развития своей страны. Последние месяцы излюбленная тема чиновников – приватизация. Вдумайтесь, такой факт. В этом году планы поступления приватизации должны составить 33 миллиарда рублей. Это предусматривает тот самый федеральный бюджет, что принят усилиями Единой России и правительства Медведева. 33 миллиарда. Однако, вопреки всему, правительство объявило о намерении получить от продажи государственной собственности 1 триллион рублей в 30 раз больше, чем только что утвердили в бюджете. В список компаний, подлежащих распродаже, уже внесены такие гиганты, как «Роснефть», «Росгидра», «Алроса», «Аэрофлот», «Башнер», «Сомкомфлот» и другие. Правительство режет курицу, несущую золотые яйца. Активы этих компаний котируются наиболее высоко, но их собираются продавать именно тогда, когда биржи переживают максимальный спад котировок. Приватизацию предлагают провести в самый невыгодный момент. Это поразительно похоже на Ельцинско-Гайдаровскую вахканалью 90-х годов. Гордость советской промышленности, ее крупнейшие предприятия, тогда буквально распродавались за копейки. 500 заводов, лучших заводов страны, общей стоимостью как минимум 200 миллиардов долларов были проданы на чековых аукционах за 7 миллиардов, меньше 3% реальной стоимости. Если бы это случилось в Америке, те, кто распродавал, немедленно посадили бы на электрический стол. Сегодня нам опять предлагают распродавать самые ценные активы по дешевку. Герман Греф продвигает идею продать даже Сбербанк. Слово сказать, во время дефолта заклинило все банки. Только Сбербанк увесел, выплачивая в день по 1 миллиарду рублей. Там все сбережения граждан были. Кое-кто опять хочет погреть руки на преступных схемах. Если это произойдет, трудовой народ вновь понесет колоссальные потери. За последнюю четверть века это будет уже третье гигантское грабление граждан. Слово сказать, за прошлый год все сбережения граждан обесценились наполовину. Уже половину грабанули тех, которые лежали в банках и кто надеялся их получить, за них что-то привлезти. КПРФ неоднократно указывала, нам пора избавиться от ядовитого зелья либерализма. До 150 миллиардов долларов и жодно утекает из страны в офшоры. В свое время правительство Примаково, Масляково и Герасченко решительно пресекло дикий отток капиталов за границу. Воспользуйтесь этим опытом. Я предлагал и на госсовете, и в правительстве. Меры-то они хорошо известны. И у вас отток сократится вдвое. За два года из страны убежало ровно столько, сколько нынешний бюджет. Не хотят. Идем дальше. Наша страна может и должна пополнить бюджет за счет реальной экономики. Напомню, мы ежегодно тратим около 40 миллиардов долларов на закупку продовольствия. А ведь мы могли бы не только производить ввозимые продукты питания у себя, но и дополнительно кормить отборными продуктами 500 миллионов человек. Сегодня каждому второму на планете не хватает стакана свежей чистой воды и каждому четвертому куска свежего хлеба. Вот великолепный доход, который будет в два раза больше, чем дают все нефтегазовые прииски. Возрождение промышленности и сельского хозяйства – это то, что обеспечит реальное импортозамещение. Ответственная власть должна заниматься их восстановлением и наведением порядка в финансовой сфере. Вместо этого нас окончательно этой политикой гонят в тупик. Сейчас по поручению президента правительство разработало антикризисный план. Сюланову и ее единомышленники предлагали исключить из него значительные средства на поддержку, думайте из чего, сельского хозяйства, на субсидии отечественной производительной сельхозтехники, на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Замысел состоял в том, чтобы не дать десятки миллиардов рублей, как раз тем, к нему они особенно необходимы. Только наша активная работа, критика остановила этот беспредел, но и тем не менее нет нормального бюджета. Капиталистический путь и так называемый свободный рынок уже наглядно доказали свою губительность для России. Страну насильно поставили на кривые рельсы, ведущие в никуда. Выход один. Нужно разворачиваться от спекулятивной экономики к созиданию, производству, к обновленному социализму, то есть справедливости, плану хозяйству и человеку труда. Крупнейшая экономика мира китайская совершила свой рывок, приведущий роли государственной компартии в опоре на развитие реального сектора производства. Когда мы летали на ракетах, в год производили 1500 летательных аппаратов, когда лучше всех играли в хоккей и танцевали в Большом театре, я был в Китае, они ездили на велосипедах и острыхах. Сегодня стали космической державой и заняли второе место в мире, а по многим показателям уже обошли Америку. Неужели это не видно, не ясно? Но китайская модернизация за 30 лет дала средние темпы 12%, ленинско-сталинская модернизация 16,4%. Это передайте тем, кто с утра до вечера сегодня хает и плюет в великую советскую эпоху, из которой все они черпают все, что сегодня едят и пьют. За два десятилетия Китай превратился в индустриальную сверхдержаву. На его долю сегодня приходится более 20% мировой промышленной продукции. Причем упор делается на науко-емкие отрасли. Достаточно сказать, что удельный вес Китая в мировой торговле продукции машиностроения вырос с 3% в 2000 году до 15% сегодня. А чем может похвастаться нынешняя Россия? За этот период разрушены сотни предприятий, даже выживших в лихие 90-е. Достойный пример развития демонстрирует Белоруссия. Под руководством Лукашенко она вовремя свернула с губительного курса. Здесь сохранено приумножен потенциал промышленности и сельского хозяйства. Отстроено 1300 агрогородков. Я был на всех крупных предприятиях в ходе выбранной кампании Лукашенко. МАЗ, БелАЗ, Беларусь, Калия, Атлан выпускают суперклассную продукцию и продают 72 страны мира. Даже на Западе сегодня все чаще признают рыночные стихии разрушительно. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглит прямо призывает обеспечить приоритет государственного регулирования перед своеволием рынка. С этим согласилось большинство участников недавнего Давосского форума, а ведь на него съезжались далеко не социалисты и коммунисты. Рядом с поучительными примерами современности стоят великие уроки нашей истории. Победил бы Советский Союз страшного фашистского зверя, не построя суперклассную промышленность в годы первых пятилеток и не создав уникальную науку. Сокрушить врага отцам и дедам помогла экономика, работающая по строгим и четким правилам. Это позволило эвакуировать на восток полторы тысячи предприятий и 10 миллионов тружеников. Производство военной продукции было удвоено в рекордно короткие сроки. Когда вам сегодня говорят, воевали не так и не те, в 41-м воевали те, кто продул ее в Первую мировую. Тогда им было 20, сейчас там и стало 40. Но новая система позволила им победить такого врага, которого не было у человечества никогда, который хваленную французскую империю, она победила в Первую мировую, расколотил за 44 дня. Поэтому, когда кто-то ставит под сомнение подвиги отцов и дедов, тот занимается предельно подлой работой. Поэтому мы дадим им отпор. Уверен, что и ваш совет поддержит эту нашу линию. Будущее России в построении обновленного социализма, возрождении национальной экономики, залог успеха в наращивании научно-технического потенциала, восстановлении трудовых коллективов, коренном изменении положения рабочего класса и всех трудящих. Эти проблемы находят в центре внимания нашей партии и Патриотического союза. Рабочий вопрос – краеугольный камень народно-патриотического движения во всем мире. И наша партия не исключение. Еще в Министерстве Коммунистической партии Марксиене писали, что у коммунистов нет никаких интересов, отдельных от интересов протериата трудового народа. Каково же положение с рабочим классом в современной России? В последние годы встречаются крайне пессимистические оценки, дескать, промышленность в России почти мертва, а рабочий класс практически уничтожен. Из этого делается вывод, что коммунисты потеряли социальную опору в лице пролетариата. Хочу подчеркнуть, что это в корне неверная позиция. Так говорят либо неосведомленные люди, либо те, кому нужно замаскировать свое нежелание работать с трудовыми массами. Да, после разрушения Советского Союза рабочий класс страны понес тяжелейшие потери. Но понести потери – это не значит погибнуть. Кто сегодня строит жилые дома и космодром Восточный? Абрамович – нет, рабочий люд. Кто трудится на полях и печет хлеб каждый день, Дерибаска – нет, тоже крестьянин и рабочий. А кто выпускает технику для переурожения российской армии – конечно, наши талантливые рабочие инженеры. Так что, несмотря на большие потери, пролетариат России жив и укрепляется. Обратитесь к цифрам статистики официальной и увидите, 26 миллионов пролетариев насчитывает сегодня индустриальный рабочий класс России. Много ли это мало в Российской империи перед революцией насчитывалось менее 4 миллионов рабочих. Даже на пике индустриализации перед Великой Отечественной во всем Советском Союзе численность индустриальных рабочих была меньше, чем сегодня. Но пролетариат – это не только рабочие индустриального сектора. Это и те рабочие, что трудятся в торговле, бытовом ослужении, жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе с ними общая численность городского рабочего класса превышает 31 миллион человек. Еще 2,5 миллиона наемных работников заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве. Совокупно это почти половина экономически активного населения России. Кроме того, научно-техническая революция создала огромную армию пролетариев умственного труда. Так что разговоры о гибели рабочего класса пусты, а идея об исчезновении у КПРФ базы социальной поддержки досужей и глупой вымысел. Советская власть создала столь мощную индустрию, что даже за четверть века буржуазные ликвидаторы не справились с задачей ее уничтожения. Тем не менее, поводов для самоуспокоения, конечно, нет. Реставрация капитализма запустила процесс деиндустриализации. Пострадали не только отдельные предприятия. Почти исчезли целые отрасли гордой советской промышленности. Станкостроение, приборостроение, сельхозмашиностроение, дышит наладо авиастроение. В одной Москве ликвидированы десятки крупных предприятий, автомобильные предприятия ЗИЛ и АЗЛК, металлургический завод СРП «Молот» и множество других. Не стоит думать, что черные дни для промышленности кончились с уходом Ельцина. С 2000 года численность работников, занятых в производстве машин и оборудования, сократилась в 2,3 раза. Производство транспортных средств и оборудования в 1,4, производство кокса и нефтопродуктов в 2 раза. И это вовсе не связано с переходом на постиндустриальные технологии. Материальная и техническая база промышленности продолжает деградировать. В советское время коэффициент обновления основных фондов составлял 10-12% в год. Сейчас он не достигает и двух. Износ основных фондов нарастает. Из миллиона километров трубопроводов разного сечения, от квартальных детей до магистральных, на которых стоит страна, 600 тысяч изношено. Если завтра в массовом порядке начнут лопоцироваться, не надо этому удивляться. В 5 раз возрос объем ветхого жилья и аварийного. Поэтому нужна срочная смена курса. В противном случае аварийная ситуация будет повсеместно. Государственный капиталовложения в агропромышленный комплекс после 1991 года практически прекратились. Сегодня они в 7-8 раз меньше, чем в Советском Союзе. На селе резко снизилось число сельхозмашин. Более 40 миллионов гектаров пашни заросло бурьяном. Поголовье крупного рогатого скота снизилось в три раза. С 60 миллионов до 20 миллионов голов. Коров и быков на селе сегодня меньше, чем после гражданской войны. На уровень 50-х годов скатилось поголовье свиней. Овец и коз даже в 19 веке было больше, чем в современной России. Стоит ли удивляться, что страна оказалась сильнейшей зависимостью от импортного продовольствия. Вопреки всем разговорам об импортозамещении, на полках магазинов по-прежнему лежат в основном зарубежные продукты. Ухудшается и положение трудящихся. У представителей большинства рабочих профессий заработная плата меньше, чем по стране. Вдумайтесь. Меньше, чем по стране. По данным Росстата, средний россиянин зарабатывает 33 тысячи рублей в месяц. Работник металлургических предприятий, горячих производств не более 28, а рабочий текстильщики и вовсе получают в два раза меньше. Патагонная система на заводах и фабриках, веденные новыми владельцами, выжимает из людей последние соки. Ежегодно на производство гибнет около 3 тысяч человек. Значительная часть рабочих трудится в условиях, не отвечающих элементарным нормам безопасности гигиены. Система здравоохранения уже не позволяет рабочему восстанавливать здоровье. И в санаториях, и на курортах профилактика заболеваний ушла в прошлое. Уже 2 трети россиян боятся безработицы, длительных задержек заработной платы и сокращения кладов. Основание для подобных настроений есть. Число уволенных в последние месяцы растет повсеместно. Специалисты из Института социологии Иран стревогой отмечают, что россияне работают на пределе физических возможностей. Средняя продолжительность рабочего дня, а ведь 200 лет рабочие сражались за 8-часовой рабочий день. Согласно опросу составляет 9,5 часов. А каждый пятый, седьмой работник и вовсе трудится 12 и более часов в сутки. Вот она, рыночная свобода, свобода эксплуатации и издевательства над человеком-трудом. С этим мы категорически согласиться не можем. Нынешняя российская власть оказалась не в состоянии остановить падение экономики. Уж тем более вывести страну на путь развития. Это очевидно практически всем. России нужен левоцентрический курс и правительство народного доверия. Правительство Примакова, Маслякова и Герасченко – наглядный пример того, как оно могло работать даже в условиях после дефолта. Программу и антикризисных мер можно выразить в 10 пунктов. Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Для этого предстоит установить государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Пора прекратить безудерный отток за кордон капитала и валюты. Центральный банк должен служить интересам России. Дело развития промышленностей, сельского хозяйства, науки и образования, здравоохранения. Крайне важно вывести его из-под влияния Федеральной резервной системы США. В перспективе необходимо отвязаться от доллара. В свое время это эффективно сделал Сталин, обеспечив защиту советской страны от кризисов и санкций. Остро стоит вопрос о выходе России из ВТО. За три года в составе этой организации потери бюджета достигли почти 800 миллиардов рублей. Косвенные потери и вовсе оцениваются в 4 триллиона. Второе. Минерально-сырьевая база России обязана служить ее народу. Национализация в этой сфере сразу позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей, сделать ее бездефицитным. Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Он должен включать не только нефтегазовый комплекс, но и электроэнергетику, железнодорожный транспорт, систему связей и ряд других отраслей, которые определяют цену образования. Их национализация будет служить целям пополнения бюджета, придаст предсказуемый плановый характер развития экономики и решения всех социальных задач. Третье. Россия нуждается в новой индустриализации. В мире идет четвертая промышленная революция. У нас о ней не говорят, хотя на Довосе в этом году это была главная тема. И экономика нашей страны должна развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений. Долю обрабатывающей промышленности в объеме ВВП необходимо поднять до 70-80%. Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Науку отдали чиновникам, они и дальше ее гробят. Финансированные исследования отечественных ученых необходимо увеличить на порядок. И для этого есть все необходимое. У нас только за рубежом миллион пятьсот тысяч наиболее подготовленных, которые там создают ценных. Недавно вам сообщили, что снова главным богачом Америки стал Билл Гейтс. Но его сделали главным богачом 100 гениальных математик. Из ста математиков у него 50 русские. Там не надо им английский знать. Я с ними разговаривал. Это выдающая школа математиков, которую мы с Коптюхом в Сибири собирали. Они говорят, Геннадий Андреевич, мы все равно тут люди второго сорта. Восемь из десяти завтра вернемся. Ну куда? В какой институт? В какой дом? Где будет жена работать? Где будут дети? В какую школу ходить? Если ответите вразумительно эти вопросы, с удовольствием вернемся. Не хотят? Все пальцем тычет. Мы не можем согласиться с тем, на образование, науку выделяется 3% от ВВП. По 3. Для того, чтобы успешно развиваться, надо 7. Науку образовательное захоронение, то есть 21. Советская страна тратила 20. А сейчас нет. И что бы ни делали, что бы они вам ни говорили. А Ливановская ЕГЭ идиотизация, это баба ЕГА и погром Российской Академии Наук, вообще говоря, приводит страну к дебилизации. КПРФ внесла в Думу новый проект, закон образования для всех. И уготовил Нобелевский лауреат Жарес Алферов, Мельников, человек, который всю жизнь работает в образовании, и единственный от нашей Думы, который был председателем комитета Совета Европы по науке высоким технологиям. Смолин – один из лучших талантливых людей в области образования. А Станина, Плетнева, которые великолепно знают образование. Вот что надо поддерживать. Оно, этот закон гарантирует вплоть до высшего бесплатного образования и первое рабочее место. Если он первое не получил, через три года делик квалифицируется, платит деньги, учится, а специалиста нет. Четвертое. Всемирной поддержки требует сельское хозяйство. Десять лет подряд на сельское хозяйство выделяется меньше полутора процентов расходной части бюджета. Я приводил сто раз пример. Хотите получить, надо минимум 10-12 вкладывать, знают все идиоты в мире. Советская страна вкладывала почти 20, Лукашенко вкладывает 18, Америка развитая вкладывает 24 процента, Европа треть вкладывает, а здесь меньше полутора процентов, и говорят, а почему-то они так плохо работают. Мы за то, чтобы решить эти проблемы, и у нас готова эта программа. Пятое. Пора поднять на щит опыт народных предприятий. Их владельцы не олигархи, а трудовые коллективы. Их прибыль не проматывается в Куршевелях, она инвестируется в модернизацию производства, идет на развитие детских садов, школ, клубов, всей социальной инфраструктуры, жилья. Подобные предприятия демонстрируют поразительную устойчивость. Они пережили лиховетие либеральных реформ и остаются лидерами сегодня в нынешних трудных условиях. Ярко демонстрируя свою эффективность, народные предприятия должны получить защиту государства. Я вносил этот закон, когда к власти пришли Примакову и Маслякову. Он начал работать, но когда увидели, что руководитель не может там украсть деньги и перегнать за кордон, срочно стали свертывать. Мы недавно собирали 200 предприятий торгово-промышленной палаты. Многие руководители здесь присутствуют. Давайте им скажем спасибо и заверим, что мы все сделаем для развития народных предприятий. Требуется мобилизация кредитных ресурсов для возрождения России. Правительство вводит вас в заблуждение, говоря, что страны нет денег. Это самая большая ложь. На конец прошлого года золотовалютные резервы России вместе со средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния составляли 36 триллионов рублей. Весь бюджет в этом году 16. На демократах в банках находилось еще 22 триллиона. Если принять наши предложения о национализации минеральной сырьевой базы, о введении монополий на спиртоводочную промышленность, если хотя бы наполовину сократить отток валюты, у нас будет дополнительно 58 триллионов рублей, которые можно вкладывать в производство, в мозги, в таланты, которые можно поддержать детей войны, женщин и так далее. И можно иметь резервы на любые случаи жить. Поэтому этот вопрос не назрел, а перезрел. Мы должны все сделать, чтобы эта гигантская гигантская сумма работала на Россию, а не на 15 упарей, которые захватили почти все рудники главной кладовой. Седьмое. Больше нельзя затягивать с введением контроля над ценами. На товары первой необходимости и лекарства они должны регулироваться государством. Чтобы через поправки закона торговля фракция КПРФ в Госдуме предлагала установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Единородцев этот подход не устроил. В результате цены на продукты питания за прошлый год подскочили в среднем на 20-25 процентов и продолжают расти. А кое-где удвоили. Владимир Иванович Кашин пять раз вносил, доказал, убеждал, что мы обязаны это сделать, иначе полстраны становится в идиотское положение. И тем не менее, пора наконец решить еще один вопрос. Нужно немедленно установить возмонополию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Это позволит дополнительно пополнить бюджет более чем на 3 триллиона рублей избавить страну от паленой водки. Паленой водкой за год отравили 40 тысяч человек. В три раза больше, чем погибло за 10 лет афганской войны. Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Существующее налогообложение тормозит развитие экономики во всех ее отраслях. Наличие НДС приводит к удорожанию отечественной продукции от 10 до 18%, делает ее неконкурентоспособной. Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимостью больно бьет по малому бизнесу, сельскому хозяйству, углубляет нищету простого народа. Налог на имущество и поселенческую землю просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и обжитых мест. Этот разбой надо прекратить. Выпадающий из бюджета доходы призван компенсировать прогрессивный налог на доходы физических лиц. Мы просто обязаны ввести новую шкалу этого налога в Россию. Она везде введена. И в США, и во всей Европе, и везде. И в Бразилии, и в Китае. Но у нас 110 человек захватили более трети национальных богатств и не хотят платить нормальный налог. Я думаю, они сами придут и предложат, видя, что кризис углубляется и массовое недовольство на глазах нарастает. Затягиваться этим нельзя. Девятое. Пора действовать по принципу. Забота о стране – это забота о людях. Россия должна стать социальным государством не только на бумаге. Число тех, чей доход ниже черты прожиточного минимума, выросло за 2015 год с 16 до почти 20 миллионов. Таковы данные Министерства труда и социальной защиты. На самом деле, картина в два раза хуже. В этой ситуации крайне необходим отказ от пресловутой оптимизации здравоохранения. Меры социальной поддержки малоимущих граждан нужно не сворачивать, а расширять. Если у тебя в кармане нет денег и нет покупательной способности, что угодно можешь производить. КПРФ настойчиво добивается принятия закона о детях войны. Всякий раз наша инициатива блокируется Единой Россией, но мы не отступимся. Поддержка ветеранов, детей войны – дело нашей чести. Последний раз мы уже набрали 205 голосов. Немножко не хватило. Непосильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. Износ его превышает 60%. Проблемы модернизации объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого фонда не разрешить без государства. Его же задачей должно стать строительство социального жилья. Тарифы с граждан не должны превышать 10% семейного дохода. Позорный налог на капремонт должен быть отменен немедленно. Десятое. Нужно приложить максимум усилий для защиты и возрождения духовных и культурно-нравственных ценностей. Общество разлагается пропагандой насилия и пошлости. Травят антисоветизмом и русофобией. Некоторые телепрограммы напоминают приступы психопатии. Вы в последнее время в эти озлобленные передачи уже вынуждены смотреть ночью. Это унижает страну, унижает всех нас, унижает тот бессмертный полк, который поднялся в день победы 70-летия и от Дальнего Востока через Красную Площадь вместе с президентом прошел через всю страну. Не опираясь на тысячелетнюю историю, на великую советскую эпоху, на наши победы, на ракетный ядерный паритет, мы не можем выйти из кризиса и существовать в этом мире. Поэтому мы должны защитить достоинство своих сограждан и великую созидательную эпоху, в которой трудились наши отцы и деды. Этот пример народного порыва заслуживает глубокого уважения и всемирной поддержки. Товарищи, КПР не только предлагает план антикризисных действий, партии и союзники предлагают максимум усилий к тому, чтобы поддержка этих идей росла и расширялась. Наша программа конкретных мер получила одобрение участников Международного Орловского экономического форума, в котором приняло участие 1200 человек. Они обсуждали в пяти секциях предложения. Сегодня этот материал опубликован пятимиллионным тиражом. Мы бы очень хотели и просили вас, чтобы каждый трудовой коллектив ознакомился с этой программой, внимательно изучил и внес свои предложения. Все позитивное и лучшее мы возьмем на вооружение. В российском обществе идет серьезная политическая борьба за формирование новой экономической политики и ее воплощение в жизнь. Достижением нашей фракции Госдумы стало принятие закона о промышленной политике в Российской Федерации. Вначале посмеивались, потом я представил этот закон президент, потом обсудили в торгово-промышленной палате, поддержал активно Примакову талантливейший человек царства и в небесных, поддержали академию наук. Закон принят, теперь важно начать его выполнять. Нам удалось добиться принятия законов о территориях, опережающих развитие, что исключительно важно для большой, огромной страны. О фонде перспективных исследований у нас немало талантливых молодых людей, которых надо поддержать. О государственном оборонном заказе он стал реализовываться, и Шойгу с Министерством обороны благодарили нас. У нас состоялось совместное заседание людей, способных и знающих военное дело, вместе с коллегией Министерства обороны и коллегией Министерства промышленности и торговли. Принят закон о стратегическом планировании, говорили, не нужен, он реально существует. Но теперь надо делать следующий шаг, создавать Госкомитет по стратегическому планированию, который должен возглавить минимум вице-премьер. Но годится туда Дворкович с этим Шуваловым? Никогда не годится. У Люкаева это смешно, потому что его улюлюканье и его дурилкой, которой он занимается, ни один прогноз не сбылся за год, ни один, собственно. Поэтому надо набирать сильную патриотичную государственную команду. Наша деятельность по защите человека труда и возрождению производства не сводится к депутатской работе. Мы активно пропагандируем опыт народных предприятий. В их числе вот сегодня я вам представил совхоз имени Ленина под руководством Павла Николаевича. Здесь у нас руководитель из Мариэл, который создал объединение Звениговский, Казанков Иоанн Иоаннович. В этом хозяйстве, вокруг которого бандиты ходили и разорвали бы, разорвали. Пришлось две тысячи молодых людей водить туда, на Волгу, чтобы отбить это хозяйство. Сегодня в этом хозяйстве я возил руководителей туда. Ехали на свинарник и попали в агрогородок удивительный по своему содержанию. 190 тысяч одних только свиней голов, 2 с лишним тысячи лошадей, 9 тысяч крупного рогатого скота, 250 единиц своей техники, 450 магазинов, которые обслуживают от Удмуртии до Ульяновска, огромный Павловский регион. Средняя зарплата 34-35 тысяч. Любой работающий получает в месяц 9 килограммов лучших мясопродуктов по цене советской, 1 рубль за килограмм. Это хозяйство выставляло свою продукцию на европейские рынки. Закрытый конкурс. 24 вида продукции получили золото и серебро и главный кубок. Когда немец открыл и увидел, что победили из России, да еще победил коммунист, возглавляющий эту организацию, он, говорят, в обморок там упал. Иван Иванович, пожелаем вам успехов и здоровья. Аплодируйте. Усольский свинокомплекс Пиангария сегодня в этой огромной области Иркутской коммунист победил на выборах. Уже готовы несколько программ и по развитию села, поддержке народных предприятий, и по лесопереработке, и программам воды Байкала, и многие другие. Приглашаю деловых людей активно сотрудничать. Там не будут вас облагать поборами. Там будут вас поддерживать и помогать на полную катушку. У нас удивительные предприятия на Старого Поля, возглавляем Богачевым Иваном Андреевичем. Свою перспективность народные предприятия уже показали во всех сферах. В наберных челнах есть картонно-бумарный комбинат. В Татарстане великолепная работа. Народные предприятия «Знамя Сверловской». Нет времени перечислили. Зайдите на наш сайт, посмотрите. Там целые фильмы созданы. Вам покажут, в чем их суть и опыт. Вам расскажут простые рабочие и крестьяне, почему они держатся за это хозяйство и не дают его разворовывать. Почему он сегодня работает удивительным образом. В конце марта мы проведем большой разговор об их роли, об этих предприятиях на пленуме Центрального Комитета. Такие предприятия способны оказать серьезную помощь в деле возрождения отечественной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, деревни. Но для этого нужно кардинально менять экономические условия их работы. Многовековый опыт борьбы народных масс за свои права доказал. Запомните это. Надежная защита экономических интересов, трудящихся невозможно без единства действий народно-патриотических сил, без эффективной политической обороны и наступления. Некому за вас будет постоять и отстоять. Когда у нас появилось 11 тысяч депутатов всех уровней, то уже даже самые хамоватые руководители вынуждены считаться и слушать. Мы активно поддерживаем рабочие коллективы, отстающие свои права. Поддержали мы справедливый протест водителей-дельнобойщиков против введения грабительской системы поборов. Под пристальным вниманием нашим находятся ситуации на Тольяттинском автовазе, на этом промышленном гиганте, в котором уже не раз сокращали штат работников, не выплачивают вовремя зарплату. Недавно Калашников у нас депутат там ездил, помогал. Я думаю, там будут приняты и кадровые меры. Мы энергично боремся против рейдерских захватов предприятий. Вам расскажет, Сергей Михайлович, руководитель профсоюза знаменитого Кировского завода, как мы с ним отбивали этот гигант от новоявленных не просто рейдеров, а откровенных бандитов. На этом предприятии впервые за три года создали новый конвейер, который выпустил лучший на сегодня в России трактор почти при 100% локализации. Все говорили, невозможно сделать. Возможно, если этим заниматься предмет и серьезно и так далее. К сожалению, мы активно поддерживаем наших рабочих шахтеров, требуем расследования преступно-халатного отношения к жизни шахтеров в Иркуты. Этим занимается наша команда в главе с Рашкиным. Увы, нынешние официальные профсоюзы часто тормозят развитие рабочего движения. Большинство из них не выполняет своей главной функцией консолидировать трудящихся в отстаиве своих прав. Однако это не повод сидеть, сложа руки. В свое время Владимир Владимирович не случайно назвал смешным ребячеством, вздором, совсем ученые ужасно революционные разговоры о том, что коммунисты не могут работать в реакционных профсоюзах. Он подчеркивал, иначе, как через профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса, нигде в мире развитие протериата не шло и идти не могло. Разоблачая соглашательскую позицию либерально-буржуазной верхушки профсоюзных объединений, мы должны вместе с тем активно сотрудничать с их структурами на местах. КПР готова помогать и созданию новых профсоюзов, твердо стоящих на позициях защиты интересов трудового народа. Ключевая задача коммунистов и наших союзников – наращивание политического влияния в пролетарской народной среде, внесение в трудовые массы социалистического сознания. Еще раз подчеркну, без справедливости, коллективизма, высокой духовности наш народ не может зыть и существовать. Или мы снова выйдем на прямую дорогу созидания и уважения к человеку труда, или мы потеряем свою державу и покроем себя самым большим позором в истории. Достижение всех этих целей представляет взаимный интерес для всех трудящихся нашей страны. Без стеснейшей работы с пролетариатом мы будем напоминать Мефитис Куантея, который лишался силы, будучи оторванным от земли. Солидарность трудящихся и опора на рабочий класс, на крестьянство, на трудовые коллективы сегодня исключительно важны. Перед Россией стоят серьезные вызовы и большие угрозы. Они требуют максимальной концентрации сил и энергии российского общества, требуют проведения нового социально-экономического курса и формирования профессионального правительства народного доверия, правительства национальных интересов. Только объединив все государственные патриотические силы, мы стряхнем путы колониального капитализма с родной страны, куда нас окунули, не спросять ни одного гражданина. Только вместе мы откроем дорогу к созиданию, прогрессу и реальному развитию. Выход от кризиса – это развитие и созидание. Только так мы гарантируем развитие и процветание всем, кто живет честным трудом, гарантируем благополучие и достаток каждому гражданину России, и успехов нам всем на этом трудном, достойном и благородном пути. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ